Встречи главы Раменского района с представителями местных молодежных организаций уже стали доброй традицией. 2 декабря прошло очередное собрание. Вы – наша смена, вы те, кому мы передадим эстафетную палочку и судьбы нашего Отечества и Московской области, нашей малой Родины. Поэтому мне, как руководителю района, конечно, очень интересно знать, чем вы живете. Местом для проведения конференции не случайно был выбран пресс-центр стадиона «Сатурн». Именно здесь теперь будет располагаться отдел по делам молодежи. Здесь кабинеты, здесь замечательный зал для проведения совещаний, мероприятий. Поэтому я думаю, что ребятам понравится. На встречу приглашены молодые предприниматели, учащиеся молодежь, наши студенты, школьники, представители неформальных молодежных объединений. Я думаю, что встреча пройдет очень хорошо, и ребята получат ответы на интересующие вопросы. На пресс-конференции собралась настоящая молодежная элита. Эти ребята уже проявили себя на городских культурных мероприятиях, волонтерских акциях и творческих конкурсах. Ну я, во-первых, состою в Раменской организации молодежи, неоднократно участвовал в разных районных мероприятиях, ездил. Вот буквально недавно приехал с Серпухова, где проходила школа КВН среди всех районов Московской области. Мы очень давно сотрудничаем с Раменским комитетом по делам молодежи и собираемся продолжать эту тесную работу и сотрудничество, проводить совместные мероприятия, участвовать в этих мероприятиях, проводимых комитетом, и приглашать студенчество Раменского района принимать участие в наших вузовских мероприятиях. Юные, но уже имеющие немалый опыт в социальной работе, участники задавали вопросы самой разнообразной тематики, но бесспорно злободневные. Существует ли на территории Раменского района или в 2016 году планируется ли какая-либо программа поддержки молодых семей? Нужно три вещи. До 35 лет. Подхожу к жителям Раменского района. Ну это уж само собой. Не менее 10 лет. Значит, нужно быть нуждающейся, а то у вас может быть там со свекровью трехэтажный особняк, и просто вы не хотите жить со свекровью. Нуждающийся, да? И третье, нужно иметь возможность одну треть оплатить за покупаемое жилье, а две трети муниципалитет и другие уровни бюджета. Все это время вы были главой Раменского муниципального района. Как вам это удается? Откуда берете силы? Не мне оценивать свою работу, но все же мне кажется, что у меня что-то получилось. Я, предстоитом стать руководителем района, был достаточно профессионально подготовлен. Все же я был строителем и мастером, и программным начальником самоуправляющих средств, начальником объединения крупного, серьезного. Поэтому пришло к руководству уже с пониманием, что такое хозяйство, что такое ЖКХ и многое другое. Что-то пришлось изучать. Многие активисты пришли к главе за поддержкой, чаще всего финансовой, ведь на руках уже готовые проекты. Осталось их только реализовать. Можно ли как-то, допустим, на сайте нашего города официальном сделать какую-то карту доступности, для того, чтобы мы могли отмечать на ней эти объекты, в которые можно на коляске попасть, какие нельзя. Если от меня потребуются какие-то финансовые уложения, я не поддержу. Если нужно попросить наших айтишников, вопросов нет. Диалог власти и молодежи состоялся. В завершении интересной и уютной встречи Владимир Демин дал молодежи несколько ценных отеческих советов. Многое зависит от того, кто вам попадется на жизненном пути. Многое зависит от того, как будут решены те или иные вопросы, связанные с вашими интересами. Все это настолько ясно, что даже повторять не хочется. Но всегда вы должны помнить, что прежде всего выгрузните свое счастье. Поэтому помните об этом. Жизнь прекрасна, но сурова. Сурова, но прекрасна. Сергей Григорьев, Диана Никифорова и Сергей Яковлев. Для программы «Городские вести». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!